всем привет дорогие друзья с вами Людмила Мандель и мы продолжаем заниматься мы продолжаем прокачивать навыки устной речи в рамках обучающей игры разбуди свой английский я очень рада увидеть вас во втором эпизоде игры я надеюсь что вы выполнили задание по первому эпизоду вы построили свою историю построили свои предложения с коллокациями с глаголами to do to make я уверена что вы записали себя на вокару и возможно сделали это впервые получили свои первые эмоции пока я сюда первые эмоции от вот этого процесса поверьте мне это то что что называется makes a difference это то что кардинально меняет ваши результаты в английском когда вы начинаете ежедневно и регулярно звучать выполнять задание устно когда вы используете каждую возможность для того чтобы 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 просто поговорить по-английски позвучать построить предложение задать вопрос ответить на него то тогда прогресс просто неизбежен результаты начинаются тогда когда вы начинаете предпринимать системные действия когда вы начинаете действовать системно и выполнять регулярно вот эти вещи на как вы думаете спортсмен добьется хороших результатов если будет заниматься раз в неделю они занимаются по два то и больше раз в день да это спортсмены вы скажете но когда речь заходит о практике навыка навыка устной речи говорение английском это навык если ты это делаешь практикуешь то ты продвигаешься если ты не практикуешь если ты сидишь молча накапливаешь знания читаешь великолепные книги но про себя ничего как бы не вербализую что к сожалению в устной речи будет либо очень мало либо не будет ничего поэтому мы с вами в прошлый раз разобрали прием который называется make it yours сделай лексику грамматику чтобы вы не изучали своей каким образом вы построили свои предложения вы построили свои мини истории обязательно нужную лексику то что вы изучаете это нужно проживать это нужно переводить на уровень собственных собственной жизни то того что происходит именно с вами и я уверен что многие это сделали теперь ваша задача состоит вот что вот в чем мы разберем еще один прием который очень хорошо помогает очень хорошо помогать он супер простой опять же все гениальное просто все эффективное просто наверное но вот этот прием он точно простой он точно помогает точно работает работает очень хорошо это вопросы вопросы ответы на вопросы с использованием той лексики которую вы изучаете вообще вот мне бы очень хотелось чтобы на все эти пять дней на все дни на все эти пять дней игры мне бы хотелось чтобы вы погрузились вообще в пучину колокации которые мы будем практиковать и при каждой удобной и неудобной возможности использовали их просто вдумайтесь в это вы скажете людьми а ну как бы я могу здесь вот своим привычным путем пойти нет вопрос вот в этом-то и дело что не нужно идти привычным путем пойдите новым путем возьмите новую лексику и используйте ее да вы всегда можете сказать да теми способами которые которые для вас уже не представляют трудности а вы используете что-то новенькое пусть лучше сделать ошибку всегда говорю своим студентам лучше сделать ошибку но при этом продвинуться вперед вы проанализируете эту ошибку и и уже не будете делать но вы сделаете малюсенький шажок ну а сегодня мы с вами продолжаем работать с колокациями и разберем вторую группу колокаций которые очень часто вызывают трудности у студентов даже очень ярких продвинутых студентов до на приличном уровне владения английским это колокации с глаголами to tell и to say они похожи между собой до глаголы говорения традиционно путаются в речи студентов и здесь нужно разобрать вот какой момент я уже говорила в рамках другого своего видео говорила о том что есть некая формула да по развлечения этих глаголов но сегодня мы придем к этой формуле еще раз но я хочу еще раз расставить акценты когда мы используем глагол to tell мы всегда ориентируемся на человека рассказать кому-то да то есть например i told him something interesting he told us something interesting то есть tell используется когда прежде всего в фокусе именно человек рассказать кому-то он рассказал нам я рассказал им например и так далее say используется когда прежде всего в фокусе что-то рассказать что-то что-то интересное а уже потом кому именно поэтому в языке действует формула для вот этих двух глаголов tell somebody something то есть somebody это значит кому-то i told him the truth for example i told him to do his homework да то есть tell somebody как только у вас сразу после глагола говорения идет объект кому вы говорите человек кому вы говорите i told john not to do this anymore for example да то есть как только сразу после глагола говорения идет кому то это будет tell если сначала что а уже потом мы можем сказать кому это уже второстепенно если в фокусе именно что то he said something important to me то тогда мы используем say say something to somebody запомните вот эту формулу tell somebody something но say something to somebody tell me something смотрите tell me something about your friend or say something about your friend видите tell me something это сразу still если сначала что а потом уже кому да это опционально то используем say say something мы можем сказать просто как призыв к действию сказать say something скажи что-нибудь но да например в фильме о блондинках в законе tell him, Paulette tell him, Paulette она обращается скажи же ему да скажи ему, Paulette tell him то есть если кому живому одушевленному объекту то tell если сначала что прежде всего в приоритете то используем say хорошо переходим с вами к коллокациям коллокациям частотным коллокациям частотным словосочетанием с глаголами tell и say прежде всего коллокации tell tell a story рассказать историю tell the truth сказать правду tell a lie сказать неправду солгать или tell lies обманывать это коллокация частотные супер частотные коллокации с глаголом tell tell a joke сюда же относятся да рассказать шутку какой-то анекдот теперь say say тоже очень продуктивный глагол но с ним мы используем да и с ним мы используем много словосочетаний например say yes согласиться да she said yes I proposed to her and she said yes then say no сказать нет отказаться да say goodbye попрощаться say hi поприветствовать можно передать привет да сказать say hi to John передай привет Джону да поздоровайся с Джоном за меня вот такие вот коллокации с глаголом say и сегодня мы с вами попробуем перевести их на уровень использования в устной речи за счет такого приема как ответ на вопросы да я вам уже сказала что это простой эффективный прием в чем его особенность особенность в том что в каждом вопросе у вас будет зашита одна из этих коллокаций либо одна из коллокаций которую мы уже изучили и ваша задача прочитать вопрос и ответить на него с использованием коллокаций не просто да нет а скажите да добавьте еще одно-два предложения на то чтобы для для того чтобы развернуть немножечко мысли попробуйте сделайте это перед вами сейчас будут на экране несколько вопросов с этими коллокациями и ваша задача ответить на них устно и записать свои ответы на vk.ru и прислать в отчете ссылочку на вашу запись помните что в нашей игре все домашки устные и поэтому ваша задача все делать устно попробуйте проникнуться этими этими коллокациями сейчас прямо очень сильно отрабатывайте их на сервисах интервальных повторений делайте это устно делайте это каждый день без перерывов и я уверена что уже в ближайшее время вы получите свой первый такой яркий ощутимый результат в устной речи как он будет проявляться говорить будет легче слагать слова предложения будет легче скорость речи будет быстрее то есть вы будете быстрее излагать свою мысль и это это реально того стоит я вам от души этого желаю работайте друзья но мы увидимся и услышимся с вами совсем скоро в следующем видео до встречи всем пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»